Девушки отдыхают Раз в год в одно и то же время В Национальном музее республики вынесли знамя Символ победы увидела Вероника Гайнудинова А зимы поражены В этом году его развитие очень сильное Снежная плесень поразила по меньшей мере 50 тысяч гектаров полей Татарстана Откуда она взялась и все ли так критично узнавал Рамиль Шайдулин Строительный мусор с экологическим ущербом в несколько миллионов рублей Возбуждено административное расследование В рамках которого установили собственников данных трех земельных участков В рейс с экологами по ранее выявленной свалке отправился Рамиль Галиулин Телеграмму с соболезнованиями родным и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево Сегодня направил Рустам Миниханов Исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Татарстанцы восприняли эту весть с болью в сердце, пишет президент Об этом он написал и в своем инстаграм Напомним, накануне в Шереметьево после жесткой посадки Загорелся самолет в результате авиакатастрофы Погибли 41 человек, 37 удалось спастись Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего Среди которых и неблагоприятные метеоусловия В Мурманске, куда летел борт, объявлен трехдневный траур Песни военных лет, троекратное ура и громкое спасибо Ибо в центре Казани сегодня царила атмосфера Дня Победы Республика честовала ветеранов Великой Отечественной В столицу пригласили участников боевых сражений, тружеников тыла, детей войны Родственникам тех, кто не вернулся живыми, вручили удостоверения и госнаграды История одной победы услышала и Анна Городнова На площади перед оперным театром песни военных лет и лозунги победы Почетных гостей встречают живым коридором Песня про войну, но ветеран Касим Салемгараев в бодром настроении Через несколько дней ему исполнится 95 Он участник Курской и Сталинградской битв Я связной был, я там все тропки знал, все места знал Поэтому меня послали разыскать эту роту И чтобы, не дай бог, чтобы они в окружение немецкое не попали и не погибли Тех, кто приближал победу, но не вернулся живым, вспомнили минуты молчания По залу прошлась колонна бессмертного полка На сцене световое шоу и песни победы В зале сегодня более 190 ветеранов, труженики тыла и дети войны Татарстанцы участвовали во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны, отметил президент Каждый второй не вернулся с поля боя Мы глубоко признательны за свободу, независимость и просветание нынешнего и будущего поколения От всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного счастья и долгих лет жизни Согретых теплом и заботой родных и близких людей Родственникам ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны Президент вручил удостоверение к государственным наградам К ордену Отечественной войны второй степени документы получает дочь Мухлица Хайрова Самая последняя пожизненная его карточка Он воевал на Западном фронте, погиб в 42-м и долгое время считался без вести пропавшим Архивы были закрыты и Люция Хайрова по крупицам собирала информацию об отце Через архив все добился, мне и в инкомат помог, все-все-все Понимаете, все это, в общем, гордость, конечно, неописуемая Орденом Александра Невского награждены также Павел Иезеков Медалью за отвагу Федор Морозов, они погибли в боях Вспоминают те годы сегодня и те, кто работал в тылу Трактористом было, работали, после другой работал, 40 лет работал Трудно было, потому что это холодно было, в одежде занимались, никакого питания не было После концерта ветеранов также празднично провожают, но программы на этом не заканчиваются Их зажают в автобусы и везут на обед Ну а все, кто не смог приехать в Казань, будут чествовать уже у себя дома в родном районе Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне Рустам Яниханов поздравил Бориса Кузнецова лично Он единственный живой герой Советского Союза в нашей республике В годы войны он был командиром отделения связи Почетное звание ему присвоили в 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий на фронте Проявленные мужество и героизм Тогда Борису Кузнецову было всего 19 лет Сегодня президент Татарстана пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни Ветеран выразил ответное пожелание всем чистого неба над головой Патриотизм нашего народа, вооруженных сил сыграло огромную роль в уничтожении, пашизно на земле Этот великий патриотизм, который я закладываю нашему молодежи, это для России имеет огромное значение Главное внимание и персональная забота Сегодня Рустам Мениханов призвал бережнее относиться к каждому оставшемуся в живых ветерану За 4 года в Татарстане их число сократилось в 2 раза 74-ю годовщину встретят уже лишь 38 тысяч победителей Дмитрий Аринин о подготовке к главному празднику Площадь тысячелетия Именно здесь 9 мая пройдут главные события празднования Дня Победы Это парад и финал шествия в бессмертный полк Видимо, сегодня уже смонтировали трибуну и большой экран Кстати, в этом году сцены не будет и все действия Разрешили посмотреть отсюда, с холмов Кремля Попасть сюда можно будет от станции метро Кремлевская И, соответственно, с другой стороны, с улицы Батурина Главное же внимание к самим ветеранам Их в республике за последние 4 года стало меньше в 2 раза В живых остались 38 тысяч человек Из которых непосредственных участников боев чуть более тысячи Каждому нужно окружить персональные заботы и решать все насущные проблемы Такое поручение сегодня дал Рустам Миниханов Важнее становится глубоко персональная, адресная работа По решению насущных проблем ветеранов Нам ведется работа по комплексному медицинскому и социальному обслуживанию ветеранов Улучшение жилищных условий Систематизации мер социальной поддержки Обеспечение культурно-досуговых и памятных мероприятий Герой есть герой Давайте аплодируем Аплодисментами стоя сегодня приветствовали единственного татарстанского Оставшегося живых героя Советского Союза Бориса Кузнецова Как рассказал ветеран, он рад тому, как республика готовится ко Дню Победы Мои 94 года я чувствую себя нормально Езжу я за рулем Хочу вам сказать, что вся моя жизнь связана с молодежью Я много проживу в институтах, техниках, школах Молодежь Татарстана сегодня выступила с инициативой Начать в республике специальную акцию в честь ветеранов Всем предприятиям и организациям предложили снять видеопрезентации про всех своих ветеранов Чтобы будущее поколение, которое сейчас растет, помнили То, что была война, то, что многие люди отдали жизнь за нее Чтобы не забывали про это Еще в честь ветеранов предлагают начать масштабный конкурс детских рисунков И в следующем году посвятить Дню Победы финал фестиваля творчества работающей молодежи Много инициатив, очень правильных, нужных Необходимо было в решение нашего архкомитета тоже это включить Следующий год для нашей страны юбилейный Подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Должна стать задачей всех ветвей и органов власти Всех муниципальных образований республики Делаем честь каждого татарстанца Сегодня же в Татарстане стартовала акция «Красная гвоздика» Всем желающим предлагают приобрести памятный значок Все вырученные средства пойдут на оказание помощи ветеранам Дмитрий Ирин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань Раз в год в одно и то же время В Национальном музее республики сегодня из фондов вынесли Знамя Победы Это уже стало традицией К знамени, штурмовавшему Берлин, прикоснулась и Вероника Геннадинова Вот оно, знамя Победы, которое ровно 74 года назад принимало участие в штурме Берлина Сейчас государственная реликвия России хранится в фонде Национального музея И раз в год, ровно 6 мая, выносится сам музей Сегодня его торжественно несут воспитанники Суворовского училища А 74 года назад знамя дошло до Берлина Его донесли солдаты 280-го полка 146-й стрелковой дивизии Флаг сшили и передали военным, рабочие Бугульминского района Как символ единства фронта и тыла Для меня это великий день Потому что много наших соотечественников погибло ради того, чтобы мы жили в мире Это великий подвиг Мы должны все помнить об этом Наша русская винтовка, с нее и пошла наша оружие Винтовки, пистолеты, пулеметы и более 20 видов оружия Из него стреляли на войне Сегодня в музее с ним знакомятся школьники Только две страны в мире имело автоматические винтовки на начало Второй мировой войны Это Советский Союз и США Хваленная немецкая армия такого оружия не имела Фотографии, плакаты, письма, предметы Именно по ним можно изучать всю историю Великой Отечественной войны В Национальном музее находится основная коллекция по истории Великой Отечественной войны И она пополняется ежедневно Только что нам передали более 3000 фотографий по проекту «Семейные фотохроники» Скоро начнется реэкспозиция музея мемориала Великой Отечественной войны Который находится на территории Казанского Кривля Она будет посвящена вкладу татарстанцев в победу И впервые будет представлена в виде электронных терминалов Вероника Гайнудинова, Алмазия Динов, ТНВ, Казань Частицу вечного огня везут в Татарстан из Москвы Он зажжется на обновленной аллее памяти в жилом комплексе Юдина Сегодня прошла торжественная церемония передачи Пайкова Зажженного от вечного огня на могиле неизвестного солдата В Александровском саду столицы Сегодня поездом он будет переправлен в Казань Уже завтра утром его встретят в Казань Безусловно, для каждого из нас побывать на Красной площади Постоять рядом с вечным огнем Красной площади Это уже большая честь А если мы привезем огонь и привезем его с Красной площади И передадим вечному огню в поселке Юдина Это будет говорить о том, что частичка нашей столицы Находится на аллее железнодорожников Для нас большая честь присутствовать на Красной площади И держать факел в руках И привезти его к нам на родину, в Татарстан Мы продолжаем получать фото для нашей специальной акции О состоянии памятников О своем монументе рассказали жители деревни Омби С Заинского района Там памятник требует ремонта Но пока администрация этим не занимается Фотографии к нам также пришли из Пестричинского, Мензелинского, Огрыского, Сармановского и Черемшанского районов Здесь памятники отремонтированы и благоустроены Напомним, в республике тысячи таких мемориалов И мы хотим узнать, в каком же они состоянии Сфотографируйте ваш памятник и отправьте его на наш WhatsApp Не забывайте писать и о том, какой город и район или село Вы смотрите новости Татарстана И вот о чем далее А зимы поражены В этом году его развитие очень сильное Снежная плесень поразила по меньшей мере 50 тысяч гектаров полей Татарстана Откуда она взялась и все ли так критично узнавал Рамиль Шайдулен От 2,5 тысяч участников до 25 тысяч Сильнейшие наши атлеты Как прогрессировал казанский марафон И как расширялась география Узнавал Алмаз Гафиатов Снежная плесень сгубила будущий урожай Это и весной в Татарстане погибли азимы на третье всех площадей Как говорят специалисты, каждый третий росток не выжил из-за опасного грибка Снежная плесень буквально съедает культуру Что это за напасть и как с ней бороться узнавал Рамиль Шайдулен В этом году очень сильное развитие снежной плесени Вот здесь вы видите Вместо здоровых корней и стеблей подобие бумажной кажицы Грибок растений в простонародье снежная плесень Бедствие для азимых этого года По данным аграриев поразило уже 50 тысяч гектаров полей Татарстана Как любая грибная болезнь, она развивается на листьях Она эти листья разрушает, деформирует их И эти листья и побеги, которые должны были сразу выколосятся и дать колос Они уже не будут давать колос Мы видим вот шестой побег, видите, уже весь поразился снежной плесень Он уже отрастать не будет И с него уже колос не получится По своей природе снежная плесень развивается именно под снегом В то время, когда на улице солнце По подсчетам ученых, приди весна немногим позже Двух-трех недель хватило бы на то, чтобы она накрыла все озимые В этом году погибла почти треть озимых Данные приводят Минсельхоз Виноваты и высокие слои снега С этим же и теплая почва Эффект термоса Недостаточное количество осадков Запоздание всходов Отсутствие закалки И отсутствие сахаров Накопление сахаров Было в пределах не более 20 Вот и в Чистопольском районе потеряли 16,5 тысяч гектаров яровых По всей республике счет идет на сотню тысяч потери Больше миллиарда Хозяйство района готовит документы для предоставления Минсельхоз России С расчетом на возмещение части наших понесенных убытков Ориентировочно пока убытки по нашим Опять же пока расчетам Более полутора миллиардов рублей В министерстве считают Исправить ситуацию еще можно Экстренно землю начали пересевать яровыми Рожью, пшеницей и с внутренних запасов Ожидается, что в ближайшее время Они дадут полноценные всходы Рамиль Шайдулин, Вадим Иларионов, Рамиль Гарипов, ТНВ Лаишевский, Чистопольский районы, Казань Сошедший снег обнажил не только плесень Но и свалки с некоторыми из них борются уже два месяца Сегодня с внеплановой проверкой специалисты минокологии Отправились в поселок Самасырово Тревогу забили местные жители еще в марте Когда обнаружили гору отходов Тогда вынесли предписание нарушителям Вывести весь мусор за 40 дней Что обнаружили? Сегодня увидел Рамиль Гарюлин Здесь овраги были, неровности Вот с целью выравнивания участка для дальнейшего строительства Горы бытовых отходов, строительного мусора и пустых бутылок В поселок Самасырово экологи приезжают уже во второй раз Впервые специалисты были здесь в марте Тогда свалки инспекторам сообщили местные жители Вот та самая свалка Ее площадь составляет более 3000 квадратных метров Отобранные пробы почвы также выявили и экологический ущерб в 2 миллиона рублей Эту сумму придется заплатить собственникам трех земельных участков, где и нашли мусор Кроме того, нарушителям вынесли предписание вывести отходы на специальные полигоны Возбуждено административное расследование, в рамках которого установили собственников данных трех земельных участков Здесь на собственников наложен штраф по 1000 рублей Плюс предъявлены претензии на возмещение вреда причиненного почвы По словам экологов, с конца марта свалка сократилась больше, чем наполовину Это место специалисты проверят еще раз через неделю, когда истекут 40 дней Если здесь не будет чистоты и порядка, нарушители ждут двойные штрафы и суд При устранении нарушения и предъявлении документов, подтверждающих факты передачи отходов на захоронение в законные места Это полигоны и объекты рекультивации, данное предписание будет снято Устранить старые свалки и найти новые – задача санитарного двухмесячника Генеральная уборка в Татарстане началась 1 апреля С тех пор в республике экологи обнаружили более 200 свалок 158 из них уже ликвидировали Рамиль Галиулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань С прогулки на больничную койку 12-летнюю девочку ее отца укусила гадюка ЧП произошло в Челнах Семья вовремя обратилась за медпомощью, констатируют врачи Именно поэтому сегодня жизням пострадавших ничего не угрожает Оказалось, что нападение змеи почти всегда можно избежать Как просветит Альбина Солгораева Рука болит? Ты этой рукой можешь ложку держать? Сильный отек, аниме неконечности, тошнота и температура Таковы результаты прогулки в Челнинском парке прибрежной Кира с отцом заметили в зарослях ящерицу, но оказалось, что это змея Лежала на кочке, никого не трогала, мы к ней полезли Сначала я ее решила поймать Папа сказал, что она воняет, поэтому это уш Но я решила к ней полезть, поймать Хапнула, она меня цапнула Потом полез папа Она его тоже укусила После чего семья направилась домой, где девочке стало плохо Просто палец опок, а потом, когда пришла домой, уже тошно стало Потом поехали в больницу Сегодня жизни Киры и ее отца ничего не угрожает Сегодня состояние девочки с положительной динамикой хорошее Состояние относительно удовлетворительное Необходимое лечение получает Готовимся к выписке Май, период активации змеи, а не в поисках корма Обычно это мыши, из лесов выползают в парки и поля В Татарстане ядовитые змеи обитают Два вида гадюки, обыкновенная и степная Они обычно греются на камнях и на пнях Если их не беспокоить, сама рептилия не нападет Говорят специалисты Человек для них неинтересен Поэтому если вы при встрече с гадюкой Ведете себя адекватно, не трогайте ее Она на вас не нападет Можно даже не бежать, можно просто уйти Она за вами не пойдет Если уже укус произошел, нужна первая помощь Никаких жгутов и отсасывания крови Не стоит прижигать рану или присыпать ее землей Есть правила, которые спасут жизнь При себе иметь таблетки антигистаминные, противоаллергические Хотя бы одну таблетку нужно иметь Также препараты гормонального действия, пронизолон Одна таблетка тоже в среднем дается И большой объем жидкости И конечно, нужно обратиться за медицинской помощью Смертельных случаев в Татарстане не зафиксировано А вот укусов в прошлом году 42 Высока численность гадюк на побережьях рек А также в юго-восточных, северных районах Татарстана В Исокогорском, Рыбнослободском, Зеленодольском и Альметьевском районах Здесь в лес строго в резиновых сапогах и резиновых перчатках Альбина Аслогараева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Набережные Челны К другим темам из обычного забега в национальную идею 25 тысяч человек в выходные в Казань вышли на беговые дорожки В столице прошел марафон За пять лет он превратился в один из самых массовых спортивных проектов Если в первый год 2,5 тысячи человек, сейчас в 10 раз больше И это представители 32 стран А феномене легкой атлетики в Татарстане Алмаз Гафиятов На марафоне мечты сбываются Вот и победитель в самой длинной дистанции в 42 километра у мужчин Степан Киселев получил медаль из рук олимпийского чемпиона Юрия Барзаковского Марафон тем и прекрасен, что во время бега можно успеть насладиться видами города Тем более в этом году трасса была особенной Понравилась трасса, впечатлила Практически все достопримечательности мы зацепили И добавок сделали только один круг Это для марафонцев супер Поехали! Попробуем! Стесни смотрят на твой паспорт и возраст В первый день устроили массовое ползание младенцев Детские и женские забеги Дальше на старт вышли самые выносливые Среди тех, кто испытывал себя на длинных дистанциях И юниоры, и люди старшего поколения Бегать на 61-62 Пробежал первый марафон Сейчас в десятке я бегаю Вот это в 13-м году я пробежал Это первый марафон И на данный момент у меня 16 полных марафонов 42 километра В том числе 3 марафона и в Казани бегал Без специальной подготовки пробежать даже 10 километров задача сложная Это значит, до марафона тысячи казанцев регулярно занимаются легкой атлетикой Затраты здесь минимальные Футболка, шорты, кеды и вперед И это еще раз доказывает, что Легкая атлетика это королева спорта Это базовый спорт для всех видов спорта Подскажите, где вы найдете, чтобы на чемпионат России пришли 25 тысяч участников? Среди девушек марафонскую дистанцию первой преодолела Сардана Трофимова Вместе со Степаном Киселевым они получили денежные премии в размере 150 тысяч рублей А медалями марафона наградили абсолютно всех Трофе останется у участников как символ юбилейного забега в столице Татарстана Алмаз Гафиатов, Данил Филатов, ТНВ, Казань Во время марафона одному из участников стало плохо Дежурившие на забеге медики оказали первую помощь Но по пути в ближайшую больницу мужчина скончался Предварительный диагноз – сердечный приступ Президент Татарстана Рустам Мениханов поручил разобраться в деталях случившегося И оказать поддержку и помощь родственникам погибшего Мертвые души нашего времени Бывший полицейский и глава ритуального агентства из Челнов Предстали перед судом Они, по версии следствия, торговали информацией об умерших Какую роль в этом сыграли современные мессенджеры И сколько существовал этот похоронный бизнес Читайте в статье «Бизнес» на погосте интернет-газеты «Реальное время» Сезон открыт В Челнах одновременно забили шесть городских фонтанов Два из них в течение теплого сезона Будут радовать горожан световым и музыкальным сопровождением Танцующие фонтаны можно будет увидеть на бульваре энтузиастов И набережной Габду и Тукая Также водные сооружения заработали возле ДК «Энергетик» Остановки «Универсам» и перед ДК «КамАЗ» Классическую музыку, правда, без светового шоу Сегодня услышали и на «КамАЗе» Сцены из грузовиков и концертный зал прямо в цеху На «Автогигант» приехал оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева Композиции Модеста Мусоргского, Клода Дебюсси и Николая Римского-Корского В исполнении Петербургского оркестра услышали 3500 заводчан Вместо звука станков и машин заиграла увертюра Модеста Мусоргского И, кажется, весь завод просто замер Кто-то подошел поближе, кто-то слушает прямо на своем рабочем месте На сцене оркестр Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев Сцена, между прочим, непростая Она из шести автомобилей прямо у конвейеров В опровизированном зале 3500 слушателей Заводчане, школьники и ветераны труда Прекрасно! Это такая мощь И главное произведение выбрали они как раз год Римского-Корсакова Ну и Глинка, вот наши композиторы Дебюси В набережные Чуны оркестр приехал в рамках 18-го пасхального фестиваля Он проходит в 20 городах страны На Камазе Мариинске уже в пятый раз Должно было сойтись все, и наше огромное желание И приглашение Василия Анатольевича И традиция, которую мы уже выстраиваем И выстроили уже Ну и желание людей Ведь ну невозможно же заставлять кого-то На встречу с музыкой И после таких встреч с классикой Говорят, на заводе повышается производительность труда После такого концерта человек не может работать спустя рукава Он точно работает лучше Это на самом деле традиция И наши люди заслуживают высокого искусства И эту традицию здесь намерены продолжать Слова Тухмадулин, Шатаипов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Чуны Сразу после новостей на ТНВ Вызов 112 Сейчас о погоде на завтра А я прощаюсь с вами до следующего выпуска В 21.30 До встречи Добрый вечер, новости спорт на ТНВ В студии Алмаз Гафиатов Наши девушки снова лучшие Команда по хоккейной траве Динамо Гипронии Авиапром Стала обладателем Кубка России Решающая игра престижного трофея Прошла в Казанском центре хоккейной траве Динамо на последних секундах вырвало победу У московского Динамо ЦОП Москомспорта Со счетом 4-3 Исход встречи был решен за 10 секунд до конца Когда казанская команда заработала право на штрафную главой И которое реализовала Тамара Иванова Динамо ГАП завоевывает второй трофей подряд Вслед за Суперкубком Они записывают себе в актив и кубок страны К другим темам Матрополисты Синтеза поведут борьбу лишь за бронзу чемпионата Хотя финал для нашей команды был близок Выиграв минимально вторую игру в третьем матче Полуфинальной серии Казанцы уступили Волгоградскому Спартаку Теперь в борьбе за первое место Волгоградский клуб сойдется с московским Динамо А казанской команде предстоит серия игр За третье место с Динамо Астраханским Поединки будут продолжаться Пока один из соперников не возьмет все три раза Первые поединки состоятся в Астрахани В период с 19 по 22 мая А ответные матчи при необходимости Пятая игра в Казани с 24 по 30 мая И в завершение к новостям баскетбола Казанский Уникс переиграл на своей площадке Каля Во втором матче четверть финальной серии Единлиги ВТБ И повел в серии со счетом 2-0 Итоговый счет встречи 108-84 Самым результативным игроком матча в составе хозяев Стал Морисон Дуров Оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов Следующий поединок между соперниками пройдет в Эстонии В среду 8 мая Для выхода в полуфинал команде Брифтиса Необходимо одержать еще одну победу в серии И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Май с первых дней радует теплой и даже жаркой погодой О погоде на 7 мая после небольшой информации Вам нужен шкаф-купе Качественный, недорогой и по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать со скидкой 20% Данил-мастер.рф Телефон 2-167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке В Бугульме, Бавулы, Ознакаево Переменная облачность Кратковременные дожди и 18 тепла На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге Синоптики обещают до 20 градусов выше нуля Местами также пройдет дождь На севере Татарстана Менделинске, Огрызе, Менделеевске Днем местами с дождем плюс 20-22 На северо-западе В Арске, Вкукмаре, Балтаси Малооблачно, но местами дождь И 20 градусов со знаком плюс Для юго-запада 7 мая будет также малооблачно Тепло плюс 18 Местами пройдут весенние дожди В центральных районах В Чистополе, Альметьевске, Мамадыши Также переменная облачность Местами дождь и 19 градусов тепла В последующие дни Температуры станут выше Спонсор показа ООСМУ номер 12 Однушки и двушки в кирпичных домах С индивидуальным отоплением На берегу Волги От 57 тысяч за квадратный метр ЖК Приволжский Загородная жизнь, не выезжая из города Звоните 561-08-81 Вот смотри Вариант квартиры отличный В экологически чистом зеленом районе И где же вы такое найдете в городе? Пыль, да газы кругом Это за городом Каждый день мотаться туда-сюда Мама, 15 минут до центра Плюс индивидуальное отопление Жилой комплекс Приволжский От 57 тысяч за квадрат Загородная жизнь, не выезжая из города Остеохондроз, грыжа, протрузия Болезни позвоночника могут надолго Выбить вас из колеи Выход есть Современные технологии и эксперты клиники Доктор Ост Помогут справиться с этими проблемами Без боли и операций Запишитесь в Доктор Ост Федеральная сеть медицинских центров Доктор Ост Лечение самых сложных заболеваний Позвоночника и суставов Без боли и хирургического вмешательства За 10 лет в 10 городах России Врачами клиники отменено Более 10 тысяч операций 7 мая в Казани ожидается переменная облачность Дневные часы, кратковременные дожди Температура воздуха плюс 19, 21 Ветер южный до 4 метров в секунду Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 69% Магнитное поле Земли спокойное О погоде все В студии была Лейла Латыпо Увидимся на ТНВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok